Ещё ночью, но скоро рассвет, Воздух тёплый и влажный, Напоённый сладким дыханием магнолий, Туберос, истинный. Тишина, ни один лес не швахнётся. Их театр идёт по песчаной дорожке сада, Дорожную грунту поворачивает вправо и идёт под углом. Воздух становится всё свежее и влажнее. На поясе мирно покачивается кинжал, Ручные и ножны перчатки, лягушачьи лапы. От водоёма поднимается туман. Иногда их театр задевает ветку, И роса окропляет его в волосы и горячую щёку. Под ногами потрескивает ракушечный песок. Их театр замедляет шаги, останавливается. Не спеша надевает большие очки с толстыми стёклами, Перчатки марки на ноги, Выдыхает из лёгких воздух И прыгает в водоём. Вода обволакивает тело приятной свежестью, Пронизывает холодком жабры. Жаберные щели начинают ритмически двигаться, Человек превратился в рыбу. Южь уверенно плывёт в полной темноте, Так набирается в ту туннель, Доверху наполненного водой. Их театр протягивает руки вперёд, Вода чуть-чуть свежеет. Ладони касаются решётки, Прути которой покрыты Мягкой и скользкой морской растительностью И шероховатыми ракушками. Южь находится сложный затвор и открывает его. Тяжёлая, круглая, решётчатая дверь Медленно приоткрывается. Их театр проскальзывает в бросовавшуюся щель, Дверь решётки захлопывается. Их театр направляется в открытый океан, Загребая воду руками и ногами. В одежде всё ещё темно, Только кое-где в чёрной глубине Белькают голубоватые искры ночи светом, Да тускла красная медовь. Но скоро рассвет, И светящиеся животные одно за другим Тушат свои фонарики. Их театр почувствовал в жабрах Тысячи мелких уколов. Это значит, он миновал Скалистый мыс. За мысом морская вода Всегда загрязнена частицами глинозёма, Песком и отбросами разных веществ. Вода приснята, Неподалёку в океан впадает река. Их театр поднимается немного выше, Резко поворачивает вправо на юг И опускается в глубину. Здесь вода чище. Их театр попал В холодное подводное течение. Оно вынесет его Далеко в открытый океан. Их театр попал в океан. Вот ухо улавливает глухой глухочащий звук, за ним другое, третье. Это гремят якорные цепи, заливы, за несколько километров от них тянут, где большие швы не справятся с якорами. А свет близок. А вот далекий-далекий мир дорог. Это винты мотора Горокса, большого английского океанского парохода, совершающего рейс между Бена с Палесом и Ленкуем. Горокс еще в километрах сорока. А как слышно, звук проходит в морской воде полторы тысячи метров в секунду. Как красивый дорог с ночи. Настоящий плавучий город с залитой огнями. Но, чтобы увидеть его ночью, надо свечернуть под далеко в открытое море. В Буэнос-Айрес Горокс приходит при свете восходящего солнца уже с покаженной огнью. Нет, гремать больше не придется. Винты, моторы Горокса, колебания у корпуса огней, эллиминаторов и прожекторов разбудят и летатели океана. Нарвенно дельфины первым услышали приближение Горокса и, ныряя несколько минут тому назад, поняли легкое волнение, которое заставило их тянутся стражиться. Трудь судовых моторов раздается с разных сторон. Пробуждается порт и залив. Приближается целая флотилия рыбачьих шхол. Отец приказал мне попадаться людям на глазах. Их тянут рнеет глубоко в воду. Находит холодное течение. Оно несет его еще дальше, берега, на восток. Открытый океан. Кругом сине-лиловая темнота морской глубины. Плавут рыбы. Они кажутся светло-зеленые. С темными пятнами и полосками. Красный, коричневый, лимонные рыбы Беспрерывно сныют, как рой пестрых бабочек. Их теандр открывает глаза, трещет головой, Словно отряхивает последнюю крюоту, Взмахивает руками, отталкивается ногами И всплывает на поверхность. Осторожно, без зеленого из воды. Осмотрелся. Вблизи него так не шху. Вынырнул по пояс и так держится, Медленно перебирая ногами. Низко над водой летают бакланы и чайки. Иногда задевают грудью или концом крыла Зеркальную поверхность И оставляют на ней медленно расходящиеся грудки. Крики балых чаек похожи на детский плащ. Свистя огромными крыльями и обдавая ветром, Над головой их теандра пролетел огромный, Снежно-белый, альбатрус буревестник. Маховые перья его черные, Клюв красный с желтым кончиком, А лапы оранжевые. Он направляется к заливу. Их теандр с некоторой завистью провожает его глазами. В траурные крылья птицы Становятся розовыми. По бледной глади год зазвились Пестрые, голубые и синие дорожки. Это первая порыва ветра. Синих дорожек становится все больше. Ветер крепчает. На песчаном берегу появились Перистые желто-велые лизочки припоя. Вода возле берега становится зеленой. Их теандр ныряет глубоко в воду. Находит холодное течение. Оно несет его еще дальше, Дальше от берега на восток, В открытый океан. Кругом синелиловая темнота Морской глубины. Сверху доносится лёгко. Вода темния. Эта низка над водой Прилетела военная гидроплан. Однажды такой гидроплан Зел на воду. Их теандр незаметно Ухватился за железный упор поплавков И едва не поплатился жизнью. Гидроплан неожиданно снялся с водой. Их теандр спрыгнул с высоты десяти метров. Их теандр приподнимает голову. Свет солнца виден почти над головой. Близок полдень. Поверхность воды уже не кажется зеркалом, В котором отражаются камниот Или крупные рыбы. Сам их теандр. Сейчас зеркало искривилось. Выгибается. Неспрерывно движется. Их теандр всплывает. Волны качают. Вот он поднялся на гребни волны. Опустился. Снова поднялся. Уху! Что делается вокруг? Верега прибой же шумит. Релёт ворочит камнями. Вода возле берега стала желто-зелёная. Дует резкий юго-западный ветер. Волны растут. На гребнях полн белька белой барашки. Бруськи всё время падают на их теандра. Ему это приятно. Почему это, думаю, дыхтяна? Если плыть навстречу волнам, То они кажутся тёмно-синими. А глядышки позади они бледные. Сверху шагу волн срываются стаи рыб, Летунов-долгопёров. То поднимаясь, то опускаясь, Минуя гребни волны и ложбинки между ними, Летуны пролетают сотни метров и опускаются. А через минуту-две снова выпрыгивают из воды. Мечу с ним. Плачут белые чайки. Режут в воздух широкими крыльями Самые быстроходные птицы. Фрегаты. Огромный зогнутый клюв. Острые когти. Тёпно-коричневые перья С зеленоватым металлическим оттенком. Зол паранского цвета. Это самец. А на недалеке Другая бригада Разветлее. С белой грудью. С золкой. Вот она камнем падает в воду. И через секунду в прямом клюве Уже трепещет семи-серебристая рыба. Мечутся в муревестнике Альбатрос. Альбатрос. Будет. Муре. 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 Светле, справа и слева, маячат давно знакомые очертания подводных утесов. Между ними небольшой платок. Ихтиандр называет это местечко подводной бухтой. Здесь бывает тихо даже во время самой сильной були. Как много лет набралось в тихой подводной бухте. Кишат, как в кипящем котле сухой. Маленькие, темные, с желтой поперечной полосой посредине тела и желтым хвостом. Красные, голубые, синие. Они то внезапно исчезают, то также неожиданно появляются на том же самом месте. Сплывешь вверх, а глянешься по сторонам. Рыбы кишат, а внизу уже провалились. Долго Ихтиандр не мог понять, от чего это происходит. Пока не поймал, однажды руками. Ее телец был увеличенной в ладони, но совсем плоской. Поэтому сверху рыбы было трудно разглядеть. Вот и завтрак. Ихтиандр, Ихтиандр подплывает, Ложается на площадке возле самых раковин и принимается весть. АПЛОДИСМЕНТЫ Вокруг Ихтиандра колышутся бодросли. Сейчас они все кажутся темно-серыми. В поте сумеречный свет. Гроза и буря продолжаются. АПЛОДИСМЕНТЫ Иногда глухо слышится гром. Ихтиандр смотрит вверх. Почему вдруг так потемнело? Над самой головой Ихтиандра появилось темное пятно. Что бы это могло быть? Завтрак? Офончик. Можно взглянуть на поверхность. Ихтиандр осторожно поднимается к темному бедну над головой, Скользя вдоль отвесной столы. Оказывается на воду сил огромный альбатрос. Оранжевые ноги птицы совсем близко от Ихтиандра. Он протягивает руки вверх и схватывает альбатроса за ноги. Испуганная птица раскрывает свои мощные крылья И поднимается, вытаскивая из воды юбка. Кругово делает Ихтиандра сразу же тяжелее. Эльбатрос вместе с ним. Круга падает в волну. По юноши своей листы и ядкой. Ихтиандр не ждет, пока приветник, Ихтиандр праздник в голову. Ныряет и через несколько секунд, Слывает и поверь, что в другом крыльях. Альбатрос летает на восторг. И скрывается за водяными горами разыгравшегося шторма. Ихтиандр лежит на спине. Гроза уже прошла. Гром грохочет где-то в долине востоке. Но ливень как из ядра. Юноша шмурится от удовольствия. Наконец открывает глаза. Встает, оставаясь наполовину погруженным в дом. Оглядывается он на гребне высочайшей волны. Вокруг него небо, агент, Ветер, тучи, ливень, волны. Все смешалось в мокре, превращающейся плывом, Который будит, шумит, ревет, Грохочет. Курчает себе на нагреве. И сердит изменится на ребрах волны. Стремительно бегут вверх в земной поле И не свергаются, как лапы. Уживаются волны. Шумит ливень. Вой неистовлетел. То, что страшит земного человека, Надо в Нахтиандре. Конечно, нужно быть осторожным, Иначе на него обрушится водяная гора. Но Нахтиандр не хуже Рыб умеет управляться с волнами. Надо только знать их. Одна несет вверх, вниз, Другая, давай, гляди, перебросит через голову. Он знает то, что делается под волной. Знал, как нападают волны, когда кончается ветер. Знает, что такое, что означает, Счезают мелкие волны, потом крупные. Но мир, мертвый язык остается еще. Он любил куркать в прибрежной волне. Но знал, что это опасно. Однажды волна няже не перевернула Нахтиандра. Он сильно ударился головой от дно и потерял сознание. Обыкновенный человек утонул. Но Нахтиандр отлежался в воде. Дождь перестал. Его унесло вслед за грозой. Куда-то на воздух. Ветер переменился. С тропического севера подуло тепло. Сквозь тучи показались куски голубого неба. Прорвались солнечные лучи и ударили по волнам. На юго-востоке, на темном еще мрачном небе, Появляется двойная ротка. Океан, а не узнать, Теперь он не свинцово-темный, А синий, с ярко-зелеными пятнами в тех листах, Где прорвались солнечные лучи. Солнце. В одно мгновение небо и океан, Берег и далекие горы сталины. Какой чудесный легкий морской воздух После грозы и горя. Ихтиандр, кто убирает в легкий, Чистый, здоровый морской воздух, Кто начинает усиленно дышать шагом. Среди людей только Ихтиандр один знает, Как легко дышится после того, Как буря, гроза, ветер, волны, дождь Перемешают небо с огнем. Воздух с водой И густо насытят воду кислородой. Тогда оживают все рыбы, Все морские джунки. После грозы и буря, Из зарослей морских джунков, Из тесных щеней и скал, Из чащей причудливых кораллов и губок, Поплывают мелкие рыбки. За ними появляются скрывавшиеся на глубине И, наконец, когда уже совсем утихнет, Сплывают нежные, слабые методы, Прозрачные, почти невесовые плечи. Вот луч солнца упал на луку, Вода вокруг сразу позеленела, Сверкают мелкие водяные пузырьки, Шипет пел. Недалеко от Ихтиандра Рислятся его друзья-дельки, Поглядывая над ним под своими Хитрыми и любопытными глазами, Их хвастнящиеся темлые спины Мелькают среди волн, Плещутся, впыркают, Гоняются друг за другом. Ихтиандр смеется, Ловит дельфина, Плавает, ныряет вместе с ним. Ему кажется, Что и этот океан, И эти дельфины, И это небо, И солнце Созданы только для него. Ихтиандр приподнимает голову, Щурись он смотрит на солнце, Оно склоняется к западу. Скорый вечер, Сегодня ему не хочется Возвращаться до Морана. Он будет вот так качаться, Пока не потемнеет синее небо, И на нем не покажется звезды. Однако, Скоро ему надоедает бездействие. Недалеко от него Огибнут маленькие морские твари. Он может спасти их. Он привстает И смотрит на далекий берег. Туда котмели у песчаной косы. Там больше всего нужна его помощь. Там свирепствует морское прибой. Этот бешеный прибой После каждой пули Выбрасывает на берег Руды водорослей И морских обитателей. Медуз, крабов, Морских звезд. А иногда И неосторожного дельфина. Медузы погибают очень скоро. Некоторые рыбы добираются до воды. А большинство Огибнут на рыбу. Крабы почти все возвращаются в океан. Иногда они сами выходят на берег. Поживиться жертвами прибой. Ихтиандр любит спасать Выброшенных на берег Морских животных. Часами Он бродил по берегу После буря И спасал Кого еще можно было спасти? Он радовался Видя, как рыба, брошенная водой Уплывала Весело махнув хвостом Он радовался Каждый раз Когда полууснувшие рыбы Плававшие в воде Боком или брюшком В конце концов оживали Подбирая же на берегу Большую рыбу Ихтиандр нес ее в воде Рыба трепетала в его руках А он смеялся И уговаривал ее любиться И потерпеть еще немного Конечно, и саму рыбу Он с удовольствием бы съел Если бы проголодавшись Поймал ее в океане Но то было неизбежное зло Здесь же на берегу Он был покровителем Другом Спасателем обитателей моря Обыкновенно Ихтиандр возвращался к берегу Так же, как и убывал Пользуясь подводными морскими течениями Но сегодня Ему не хотелось надолго Погружаться под воду Уж очень красиво были океан И небо Юноша ныря Проплывал под водою И вновь появлялся на поверхности Подобно морским птицам Охотящимся за рыбой Угасли последние лучи солнца На западе еще догорает желтая полоса Угромные волны Точно темно-серые тени Бегают одна за другой После прохладного воздуха В воде так тепло Кругом темно Но не страшно Никто не нападает в этот час Юношные хищники Уже уснули Ночные Еще не вышли на охоту Вот то, что ему нужно Северное течение Находящееся Совсем близко От поверхности океана Успокоившаяся мертвая зима Немного раскачивает Эту подводную реку Вверх вниз Но она продолжает Медленно течь С шаркого севера На холодный А много ниже Лежит обратное Холодное течение С юга на север Их тяга Часто пользуется Этими течениями Когда ему нужно Долго плыть вдоль берега Сегодня Он далеко Заплыл на север Теперь это теплое течение Доставит его до тоннеля Только бы не вздремнуть И не проплыть дальше Как это однажды с ним было Кто кладет руки за волк Кто потягивает их в стороны Медленно расставляет И снова сжимает ноги Занимается гимнастикой И течение несет любовь Теплая вода И медленные движения рук И ног действуют на него Успокоительно И в театре смотрят веры Перед ним свод Сплошь усеянный мелким Как пыль звезд Это ночи светки Сожгли свои фонари И поднимаются На ровер пустяки Кое-где в тьме Меднеются голубоватые Розоватые Светящиеся туманности Плотные скопления Мелких Светящихся жереных Медленно проплывают шары Звучающие мягкий Звенноватый свет Совсем недалеко от их театра Светится медуза Она похожа на лампу Прикрытую затейливым бажором С кружевами И длинной бахромой Бахрома медленно покачивается Как от легкого ветра При каждом движении медуза Но от млеха Уже загорелись морские звезды В больших глубинных Быстро двигаются огни Крупных ночных хищников Они гоняются друг за другом Кружатся вспыхивая И гаснут снова Снова от милы Рычагивая ветви Из ствола кораллов Горят изнутри Розовым, голубым, белым, синим огнем Одни кораллов Горят бледным мигающим светом Другие Как домик на колене Ночью на земле Ночью на земле Только маленькие Далекие звезды Иногда луна А здесь тысячи звезд Тысячи лун Тысячи маленьких Разноцветных солнц Горящим мягким Нежным светом Ночью на земле Ночью на океане Несравненно прекрасны Ночью на земле И чтобы сравнить Их тяга расплывает На поверхность океана Воздух потеплела Над головой темно-синий свод неба Усеяны звездами Над горизонтом Стоит серебряный диск От луны По всему океану Протянулась Слепряная дорожка Из порта доносится Низкий густой Продолжительный гудок Это гигант Горок Собирается в обратный путь Однако как поздно Скоро рассвет Их тяга рассосывала дома Почти целые сутки Отец, наверное, будет его бронить Их тяга направляется к тоннелю Запускает руку между прутин Открывает железную решетку Плывет по тоннелю Среди полной тела Легкий толчок к плечу Будет он Он в бассейне Быстро поднимается на поверхность Начинает дышать легкими Убирая воздух Напоенными знакомыми Запахами цветов Через несколько минут Он уже крепко спит в бассейне Как приказывал ему Критет Здравствуйте, дорогие зрители Очень рад вас приветствовать Александр Театр 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 Хочу вас поблагодарить За то, что вы Здесь с нами Сегодняшний спектакль У нас состоит из Частей Первая часть Мы посмотрели На основе Роман Александра Беляева Человеком фиге Сейчас Вторая часть Которую мы посвятили Юбилею 150-летию Рождения Максима Горького Прошу тогда Включить Второй Соответственно Музыка В этом году 150 лет Исполнилось Со дня рождения Максима Горького Мы хотели К этому Юбилейному году Подготовить Какой-то Спектакль Что-то такое Посмотрели Много материала И вот Неожиданно Нам понравился Его цикл Цикл Рассказан Который Называется Сказки Об Италии Известно Что Максим Горький Долгое Время Жил В Италии На острове Капли Он создал Там этот цикл Он создал Там очень много Своих Замечательных Произведений И Вот Эти Этот цикл Я считаю Что очень Интересен Вот мы покажем Сейчас вам Четыре Так называемых Сказки Это просто Условные Названия Это истории Такие романтические Истории О людях О людях Италии За которыми Максим Горький Наблюдал И о которых Очень с большой Любовью Написал В этих Произведениях Тоже Перекликается С Александром Виляевым Именно Много Любви К морю Вот Очень Интересные У него Отступления Авторские Где он Описывает Природу Поэтому Мы решили И Совместить Эти две Два Две Части Этих Двух Литерат Он Хрупкий Быстрый Как ящерица Бестрый Лохмоть Болтается На его Узких Плечах Кожа Вглядывается В исчисленные Дыры Темная От солнца И грязи Он Похож На сухую Былинку Ветер Дует С моря И играет Ею Пипе Прыгает По камням Острова Ежечасно Откуда-нибудь Льется Его Неутомимый Голосишко Италия Прекрасная Италия Моя Его Все Занимает Цветы Густыми Ручьями Текущие По доброй Земле Птицы В чеканной Листве Алиф Ящерицы В лиловатых Камнях Фористьеры На узких Улицах Города Толстый Немец С большой Пивной Кружкой Англичанин Который Привык Играть Актера Напоминающий Бизантропа Какое лицо Говорит Пипе Товарищ Указывая Всевидящими Глазами На немца Надутого Важностью До такой Степени Что у него Все волосы Дыбом Вот лицо Не меньше Моего живота Пипе Не любит немцев Он живет Идеями И настроениями Улиц Где свои люди Пьют вино Играют в карты Читают газеты Говорят О политике Нам Знам Добрый Мюнжан Приятнее Славяны Балкан Чем добрые Союзники Юга Натарит Наградивший Нас За дружбу С ними Искумавники Тут Также говорят Простые Люди Юга А теперь Все слышат И все Помнут Скушен Ногами Похожими На рожницы Жагает Англичанин Пипе Сзади Игон И напевает Что-то Из-за Упокойное Место Или Печальную Песню Мой Друг Неравно Умер Пустит Моя Жена А я Не понимаю Отчего Она Так Песна Товарищ Товарищи Ее корзину яблок своего сада. Ты работаешь сольда? Это ведь не вредно тебе. Он с полной готовностью поставил корзину себе на полку и пошел. А вернулся до сольда лишь вечером. Тебе дай яблок. Тебе дай яблок. Тебе дай яблок. Тебе дай яблок. Ты очень спешил. Ну все-таки я устал, дорогая сеньора, пусть их было более десятков. Полный домик в корзине десяток яблок? Мальчишек, сеньора. Сначала мальчишки. Микеле, Джованни, Джузеппе. Джузеппе, осел. Отпечай, ты отнес яблоки. До площади, сеньора. Но послушайте, как хорошо я вел себя. Сначала я вовсе не обращал внимания на их насмешки. Пускай они думают, что я сослал. Микеле, осел. Микеле, осел. Микеле, осел. Тебе покажи. К вам, сеньора. Но когда они начали смеяться над моей матерью. И мать твоя птица. Микеле, осел. Скажи. Но я к вам вдруг не сойдет. Тогда я поставил корзину яблок на пол. И нужно было видеть, дорогая сеньора, как метки. Прекрасные плоды в вашем стаде. Грязные. Желый. Они растащили мои плоды? О, нет. Но те плоды, которые не разбились со стены, не попали в мальчишек, разбились со стены. Остальные мы съели после того, как я победил и поберелся с врагами. И поберелся с врагами! О, мама, Мия! Карамба! Коза-Остра! Пепель, диаболок! Джавалина! О, Лёре-Роганчо! Виаля-Калера! О, мадонны! Белок! Белок! Отлично! Пусти меня, Таранту! О, как сказано! Кокисона! Модры-Мия! Продразить тебя гром! Модры-Мия! Теколу-Кири-Ан-Бута! Имбетилот! Но право! Вы не беспокоились бы так. Если бы вы видели, дорогая сеньора, как метко попадала я прекрасным плодам в вашу усадок, грязные головы этих мошенников, а если бы вы видели, вы дали бы мне два сорвен места обещанного одного. О, не ругать, сё! И серебреский позор! Сестра Пипе – девушка много старше, но не умнее его. Поступила прислугой убирать комнату на виллу богатого американца. Она сразу же стала хорошенькой, чистенькой, и на хороших хлебах начала отливаться здоровым соком, как груша в августе. Брат спросил её однажды. «Ты ешь каждый день?» «Варить три раза, если хочу!» «Пожалел бы зубы!» Посоветовал ей Пипе и задумался. А потом спросил снова. «Очень богат твой хозяин!» «Он? Я думаю, богаче тролям!» «Ну, оставим лук с соседем. А сколько приход твоего хозяина?» «Это трудно сказать!» «Десять!» «Может быть, больше!» «Ничего себе! Водико принеси мне они не очень длинные и тёплые!» «Зачем?» «Ты видишь, какие у меня?» «Да!» «Тебе необходимо одеться!» «Но он ведь может подумать, что мы украли!» «Не нужно читать людей, куда нас!» «Когда от ноги уберут немножко, это не кражет!» «Опрос где, Лёша?» «Не соглашалась сестра, но Пипе быстро уговорил её!» «А когда она принесла в кухню хорошие брюки, и они оказались немного больше всего тела Пипе, он сразу догадался, что нужно сделать!» «Дай-ка ножик!» «Вдвоём они живо превратили брюки американца в очень удобный костюм для мальчика!» «Вышел несколько широковатый, но удобный костюм!» «Он придерживался верёвочками на плечиках и завязывался вокруг шеи!» «Они устроили бы ещё лучшие удобные, но им помешала в этом супруга хозяйина брюки!» «Явилась в кухню и начала говорить самые грубые слова!» «На всех языках одинаково плохо!» «Как это принято...» «О май гад!» «Шапон!» «О май гад!» «О май гад!» «Иколу кредитов!» «На загорали!» «Болья идиотов!» «Трамп!» «Падабандита!» «Литл Пир!» «В чем дело?» «О май гад!» «Аминаля идиотов!» «Синьор, у меня очень являет шум поднятия вашей синьоры!» «Я даже несколько обижен за вас!» «Она, как понял я, думала, что мы взяли последние ваши брюки, и вы не можете купить других!» «А я думаю, молодчик, что надо бы позвать в полицию, а...» «Да?» «Зачем?» «Чтобы тебя отвели в тюрьму!» «Ес!» «Простите, пожалуйста...» «Если это вам нравится, синьор, если вы любите создать людей в тюрьму, то конечно...» «Ну я не сделал так, будьте у меня много брюк, а у вас ни одной пары!» Пожалуй, три пары даже. Хотя три пары блюд нельзя на десять раз. Особенно в жаркий день. Драк! Шамбол! Дональд Баггерский! Американец расхохотался. Ведь иногда и богат, он бывает весело. Затем он угощал тебе яблоком. Окей, итальяна пиковала. И дал ему франк. Yes, yes, франко, франко. И попробовал монету с умом. И поблагодарил. Кажется, монет настоящая. Благодарю вас, синьор. Всего лучше, Пеппи. Когда он стоит где-нибудь в камнях. И вдумчиво вглядывается в их трещины. Будто читая по ним темную историю камня. В эти минуты глаза его расширены. И подчеркнута красивой пленкой. Руки за спиной. И голова немного склонена. Он чуть-чуть покачивается. Точно чашечка цветка. Он что-то тихонько мурлычет. Он всегда поет. Хороший он так же. Когда смотрит на цветы. Лиловыми ручьями. Иются по стене глицин. А перед ним этот мальчик вытянулся струною. Будто вслушалась в тихий трепет шелковых лепестков. Под дыханием морского ветра. Смотрит и поет. В зале, как удар огромного дубурина, доносятся глухие вздохи моря. Играет бабочками над цветами. Пельпе поднял голову и следит за ним. Щимся от солнца. Улыбаясь ему грустной. Немного завистливой. Но все-таки добрая улыбка старшего на земле. Кричит он, хлопая в ладони. Пугая изумрудную ящерицу. А когда море спокойно, как зеркало. И в камнях нет белого кружева при воина. Пельпе, сидя где ему на камне. Острыми глазами смотрит в прозрачную воду. Там, среди рожеводных водорослей, плавно ходит рыба. Быстро мелькает креветки. Боком ползет крылья. И в тишине, над голубой водой, Тихонько льется задумчивый голос мальчика. Взрослые люди говорят о мальчике. А этот будет анархистом. А кто подобрит? Из тех, что более внимательно присматриваются друг к другу, Те говорят иначе. И пе будет нашим поэтом. Восквалио уже столе, С двоих с головой, Отпитый словно из серебра, И лицом словно древнеринской поэты, Мудрый и всенепочитаемый, Восквалио говорит свое. Дети будут лучше нас, И жить им будет лучше. Очень многие пеют ему. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы, люди, такие маленькие, а она — это гора, небесная. Гора, которой мы сверлили чрево. Это надо было видеть, чтоб понять. Надо видеть черное тело, прорезанное. Маленьких людей, родящих и умных, В воскоре солнца. А солнце, мы получаем, Слезы родящих, в небесах. Наверное, с машины. Румы и слагороды. Темные головы, в округе, Ищет кровь и сон. Он осмотрел свои руки, Поправил жетоны синей горки, И тихонько вздохнул. Человек умеет работать. Продолжал с гордостью. О, синьор, маленький человек, Когда он хочет работать, Непобедимая сила. И поверьте, В конце концов, маленький человек, Чего-то сделать здесь очень. Мой отец сначала не верил. Порезать гору Из страны в страну. Это против Бога, Растелившего землю, стенами гор, Выйти, что Мадонна будет не с нами. Он ошибся. Мадонна со всех, кто любит ее. Позднее отец тоже стал думать так, Каков я говорю вам, Потому что он почувствовал себя Сильнее, Высшей горы. Но было время, Когда он по праздникам Сидит и сон. 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 Нам заповедана. А мы испажем ее лицо, Ее формы. Смотрите. Чем дальше врываемся в гору, Тем горячее воздух И труднее дышать. Не один он думал так. И облуденно, чем дальше, тем горячее в туннеле, Тем больше хворала и падала в землю людей, И все сильнее эти неборящие жучи Засыпалось пахло. Откроем наших излугарных, И посажились ума. Многие начальни у нас казарма кретик Скакли в ней, чем красиво. Разве я неправ? Говорил отец на прах на глазах, кашлял все чаще и пахло. Разве я неправ? Это непобедима земля. И наконец лег, чтобы уже не встать никогда. Он был креп в одной старине, И больше трех недель стоял за смертью. Он не божал, как человек, который знает с лицами. Моя работа кончена, Пау. Сказал он мне однажды ночью. Береги себя. И возвращайся домой. Да сопутствует тебе, Мадонна. Он долго молчал. Зазарк он мне придет к себе и говорит не всегда как-то себе. Знаешь, Пау, я все-таки думаю, что это свершится. Мы и те, что идем с другой стороны. Найдем друг друга в горе. Мы встретимся. Ты веришь в это? Говори. Хорошо, сын мой. Так и надо. Все надо делать с верой. Благостный исход и в Бога, Который помогает молитвам Мадонны, Добрым делам. Я прошу тебя, сын мой, Если случится, Если сойдутся люди, Приди ко мне на могилу И скажи, Отец, Сделано, Так, Чтобы я знал. Это было хорошо, дорогой синьор, И я обещал вам. Он умер через пять дней после этих слов, А за два дня до смерти Просил меня от других, Чтобы его зарыли там, В туннеле, Где он работал. Но я думаю, Это уже нет. Мы и те, что шли с другой стороны. Весь из горящих тринадцать людей После смерти. Это был безумный день, Сеньор. О, Когда мы услыхали там, Под землей во тьме, Шум какой работы, Шум идущих навстречу нам, Под землей. И нам родима молодая сны, Бежественные дети. Мы работали, Как зимы, Как бесплатные, Не ощущая усталости, Не требуя указаний. И все оставили так милые и добры, Как дети. Ах, Если мы узнаем, Дорого семья, Как сильно, Нестерпимо страстно, Было желание Увидеть человека во тьме, Под землей, Куда ты, Точно кровь, Открывался в долгие песни. Он весь вспыхнул, Подошел в поиск слушателей, И, заглядывая в глаза своими Глубокими, Человечьями глазами, Тихо и радостно продолжал. А когда, наконец, Рушился пласт потом, В отверстие зацеркал Красный огонь факела, И че ты черная, Облитые слезами радости лицом, И еще факелы, И лица. И загребели крики победы, Глубки, В отверстие радости. Осенью, Это лучший день в моей жизни, Вспоминай ее, Я чувствую, Нет, Не даром живу, Была работа, Моя работа сенью, Говори вам, Мы, Хотя, Целовали людей, Платали, Так хорошо, Раз, раз, Да, Целовали, Целовали людей, В тот день, Особенно, Понятно, И сна стало мне, И я полюбил, Как женщину. Гладая пошел ко мне на объем, Постучал на темную ногу, И сказал, Как он желал этого, Отец, Сделано, Люди победили, Сделано, Отец. Столик, Человали Ту, Еще в ранней молодости, Изменил земле, Радь море. Это синяя гладь, То ласковая и тихая, Точно взгляд девушки, То бурная, Как сердце женщины, Охваченная страстью. Эта пустыня, Воплощающая солнце, Ненужная любовь, Кучего не родятся Выкупления с живым Золотых лучей, Кроме красоты И ослепительного блеска. Коварное море, Вечно поющее о чем-то, Восбуждает нембаримое желание Плыть во вода. Многих оно отнимает, Такое место и нему себе, Которое требует Так от Бога благи у небес, И так жадно хочет Плодотворного труда людей, Им мало дает радости, Мало. Еще мальчишкой труба Работали на винограднике Прошлым уступом По склонгу, Укрепленным стенками Серых камней Среди лапчатых Виль, Дали, С их выкованными листьями, В темной зелени апельсинов И запутанных ветвях гранат, В запахе цветов. Еще тогда Смотрел он, Раздувая ноздри В синее окно, С грядом человека, Ногами которого Земля лимберда, Качается, Тает и плывет. Смотрел, Вдыхаясь соленый воздух Опьяненным, Становясь рассеянным, Лениным и послушным, Как обычный бывает стен, Кого море очаровало и зовет, С тем, Кто влюбился душой в море. А по праздникам, Рано, Когда солнце Едва поднималось Из-за горных Соренто, А небо было розово, Точно сотканно Из цветов абрикосов. Тупо, Лохматый, Как овчарка, Катился Бонгару, Суточки на плече, Привез камни на камень, Точно Компру их Мускул, Совсем без костей, Лежал к морю, Улыбаясь ему Широким, Рыжим, Отвеснувших лицом, А встреча В свежем воздухе утра, Заглушая сладкое дыхание, Проснувшись цветом, Был острый аромат, Тихий, Ковый, Ровный. И цеплялись Камни Там, Внизу, И могили к себе Точно тем, Что Бонгару, Фон. Вот На земле Розованный серый скал, Спустив Бронзовые ноги. Черные, Большие, Как слевы глаза, Эльбор Видят Прозрачные Серые, Зеленоватые Лады. Сквозь нее Они Видят Удивительный мир, Лучше, Чем все Сказки. Видят Зелотисто-рыжие Водоросли На дне морском, Среди камней, Покрытых Коврами. Из леса Водоросли Уплывают Разноцветные Биолы, Живые цветы моря, Точно Пьяные Выходят Бельки. С дубами-глазами, Разрисованным Носом И головым Питном На животе. Мелькают Объят Полосатые Дерзкие Камни. Точно Веселые черти Изнают Говорочины. Как Серебряные Блюцы, 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 Точно Птицы, Воздухе. Плавают В мир, Али, Блюцы, Крой слезы. Безволно качаются колокола головных милиций. Иногда из-под камня высунется голая голова мурака с острыми зубами. Изобьется пестрое змеяное тело. Все в красивых пятнах. Она точно верим в сказки, но еще страшнее безобразнее ее. Вдруг склоста яйцо в одежде. Точно грязная тряпка, серая сменога. Истерпеть его бросит куда-то хищные птицы. А вот, не торопясь, двигается лангуст. Живет отливейшее, как помогло удилищем, саду. И еще множество разных чудес. Живет в прозрачном воде. Под небом, таким же ясным, но более пустым, чем ул. На море дышит. Медленно поднимается голубая его грудь. На скалу, к ногам туба, плескиваются волны, зеленые и белые. Играют, бьются о камень, звенят. Им хочется, как прыгнуть, дано парни. Иногда это удается. Вот он, строгав, улыбнулся. Волны рады, смеются, бегут назад от камней, будто бы испугались. И снова бросаются на скалу. Солнечный луч вводит глубоко в воду, образуя воронку яркого света. Ласково бросая в груди волны. Спит сладким стоп душа, не думая ни о чем, ничего не желая понять. Молча и радостно насыщаясь тем, что видит. В ней тоже ходят неслышно светлые волны. И все объемлющие, она безгранично свободна, как море. Так проводил он праздники. Потом это стало звать его иконой. Ведь когда человека схватят за сердце море, Он сам становится частью его. Как сердце, только часть живого человека. И вот, бросив землю на руки брата, Дуб ушел с кампании, таким же, как он сам. Влюбленных в простор. Берегам Сицилии ловить корабль. Трудная, пославная работа. Можно утонуть десять раз в день. Но зато сколько видишь удивительного, Когда глубоко из синих вод тяжело поднимается свет. Полукруг железными зубцами на краю. И в ней, точно мысли в черепе, движется живое. Разнообразных форм и цветов. А среди него розовые ветви драгоценных кораллов. Подарок ему море. Так и заснул навсегда для зимы человек. И у него и море. Он и женщины убил точно сквозь сон. Недолго и молча умеет говорить с ними лишь о том, что знал. О рыбе и кораллове. Об игре волн, капризах ветра и больших кораблях, которые уходят в неведомые моря. Был он кроток на землю. Ходил по ней осторожно, недоверчиво. И молчал с людьми, как рыба. Поглядывая во все глаза зоркий взглядом человека, Привыкшего смотреть в изменчивые глубины и не верить. А в море он становился тихо веселым, внимателен к товарищам. Ну как бы хорошо человек не выполнил жизнь для себя. Для этого не охватит лишь на несколько десятков лет. Когда просоленную морской водой от дуба Минуло 80. Его руки, изувеченные ревматизмом, Отказались работать достаточно. Искривленные ноги и два тех, жаля согнутый стан, И овенив всеми ветрами, Старик с грустью Вышел на остров. Поднялся на гору В хижину брата, Детям и внукам его. Пранзо, пранзо, обедать! Где этот старик Барбоджо? Вечно он опаздывает. Варварио, вакурпича позови эту кулчановую черепаху. Эй, иди, поразиты, быстрее! Долго тебя ждать, гад, кто вспелает только? Это люди были слишком бедные для того, чтобы быть добрыми. И теперь старый туба не мог делать, как раньше. Приносить им много вкусной рыбы. Фу, пузова! Дозьянь, другу надрали! Дорога! Стам, дам, только подрила! Присосался, как пияток на хлебник. Где твоя рыба, креморукий? В море плавает! Ешь, дай кусок этой обезьянии мотарка. Замолчите! Без вас тошно! О, мама не я, Донна Венчет! Старику стало тяжело среди этих людей. Они слишком внимательно смотрели за пусками Фева, который он называл кривой темный лапой в свой беззубый рот. Вскоре он понял, что лишний следует. Давай, давай, вали отсюда, варбочая мосра! Потемнела у него душа, сердце сжалось печально. Ещё глубже легли морщины на коже высушенные солнца и заныли кости. С такими глазами глядя на светлое море, где растаяла его жизнь. Это синее блески солнца моря, прекрасное, как сон. Далеко оно было от него. И трудно было стрику достичь берега. Но он решился. И однажды, тихим вечером, пополз с горы, как раздавленная ящерица по острым камням. И когда коснулся волн, они встретили его звонким говором, более ласковым, чем глаза людей, звонким блеском о мёртвые камни земли. Тогда, как после догадывались люди, стал на колени стоить, помолился немного и молча за всех людей одинаково ему чужих снял с кости своих лохмоть положил на камни эту старую шкуру свою и всё-таки чужую. Пошёл в воду, спряхивая седой головой, лёг на спину и, глядя в небо, поплыл вдаль, где тёмно-синяя завеса небес касается краем своим чёрного марка товарской волны, а звёзды так плески в огонь, что, кажется, их можно достать рукой. тихими ночами тихими ночами летом море спокойно, как душа ребёнка там лёд на выиграми дня, дремлет, оно чуть вдыхает, должно быть, видит какие-то яркие злы. Если плыть ночью в его густой и тёплой воде, синие искры горят под руками, синие пламя разливается вокруг, душа человека тихо тает в этом окне. Ласка точно сказка о матери. АПЛОДИСМЕНТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИ Продолжение следует... 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 Вы все знаете, как мало нужно для любви. Я настаивал и победил. Да, пожалуй, ты прав. Если святая Матерь помогает тебе или не тебе, когда мы живем отдельно, ей, конечно, будет легче помогать нам, когда мы будем жить вместе. Мы пошли к священию. Это безумие! О, святая Матонна! Разве мало нищих при курили? Вы должны бороться с соблазнами дьявола, иначе их дорого заплатите за это. Молодежка умная смеялась над нами. Кривой оженица. Старики осуждали нас. Куда ты с голым задом там лезешь? Нищиту уплатить, а? Да, молодость упряма и по-своему умна. Настал день свадьбы. Мы не стали к этому дню богащей и даже не знали, где ляжем спать первую ночь. Мы уйдем в поле. Почему это плохо? Матерь Божья везде одинаковы доброк людям. Так мы и решили. Земля постель наша, и пусть одетет нас небо. Так значит, свадьба-то состоялась, да? Отсюда начинается другая история, сеньоры. Это лучшая история моей долгой жизни. Рано утром, за день до свадьбы, богатый хозяин подвогия Джованни, которому я много работал, сказал мне так, знаете, сквозь зубы. Ведь речь шла о пустяках. Любовь, как бы я чистил старый овечьий клет. Хотя у нас и там не были больше молодые таксуха, но все же нужно убрать клет, если ты, сын, и хочешь жить в нем. Вот у нас и дом. Работаю я, мою в легах стоит сторер Констанция спрашивает. А как ты будешь жить, сын? А где же у вас работа? Надо у тебя предопочить, пройти ко мне и взять ее. Есть личные. А когда я шел к нему, Египта Бария лавочницу закричала. Вы посмотрите на них. Николай, не двора, а женится. Несчастные. Ни мини-пристыни, ни подушек, ничего. Ты совсем безумец, Кремоль. Причти, как я твой невест мой. А без ноты измученный нюхматизм, избитый лихорадкой, и то, и у Виана кричит ей из порога своего дома. Бария, спроси у него, много ли он припасов и надо для гостей. Эх, люди, люди, что может быть, как мыслить о вас? О, сеньоры, сеньоры! До утра! Дня, где свадьбы, было все, что нужно для дома. Без посуда, белье, мебель, статуя подонны. Все клянусь вам! Ида плакала и смеялась. Я тоже. И все смеялись. Нехорошо плакать в день свадьбы. И все смеялись. Сеньоры, это дьявольски хорошо называть людей наши. Еще более хорошее чувство их родными, близкими тебе родными людьми, для которых твоя жизнь не шутка, твои счастья не игра. И была свадьба! И была свадьба! Эх, удивительный день! Вся коммуна смотрела на них. Не все пришли бы хлеб, который вдруг стал богатым домом. Тут было все, вино, крутое, и все плакались и смеяли. Потому что нет веселья, чем боить людям добро. Ничего нет красивее, чем это. без следа. Террица. Террица. Аплодисменты 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 Спасибо.